Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 13 августа. Святитель Тихон Задонский, епископ Воронежский, в миру Тимофей, родился в 1724 году в селе Коротске Новгородской епархи в семье дичья Савелия Кириллова. Новая фамилия Соколов была присвоена ему позже начальством новгородской семинарии. С раннего детства после смерти отца он жил в такой нужде, что мать чуть было не отдала его на воспитание соседу-емщику, так как кормить семью было нечем. Питаясь одним черным хлебом, и то очень воздержанно, мальчик нанимался к богатым огородникам копать грязки. 13-летним отроком он был отдан в духовное училище при новгородском архиерейском доме, а в 1740 году принят на казенное содержание в устроенную в Новгороде семинарию. Юноша учился отлично, и по окончании семинария в 1754 году был оставлен в ней преподавателем сначала греческого языка, затем риторики и философии. В 1758 году он принял постриг с именем Тихон, в том же году его назначили на должность префекта семинарии. В 1759 году его перейли в Тверь с возведением в Сан-Архимандрита Желтикова монастыря, а затем определили ректором Тверской семинарии одновременно настоятелем отроча монастыря. 13 мая 1761 года он был хиротонистаном и епископом Кекс Гольма и Ладоги. Викария Новгородской епархии. Посвящение было промыслительно. Молодого архимандрита предполагали перевезти в Троицу Сергиеву лавру, но в Петербурге при избрании новгородского викария на Пасху из восьми жеребьев трижды вынималось его имя. В тот же день Тверской пресвященный Афанасий, помимо своей воли, помянул его на хирургинской песне у жертвенника как епископа. В 1763 году святитель был переведен на Воронежскую кафедру. В течение четырех с половиной лет управлял Воронежской епархией. Святитель Тихон постоянно назидал ее своей жизнью и многочисленными пастырскими наставлениями, и душеспасительными книгами. Он написал для пастыря ряд сочинений о седми святых тайнах, прибавления к должности священнической, о таинстве покаяния, инструкции о совершении браков. Особо требовал святитель, чтобы каждый священнослужитель имел новый завет и ежедневно его читал. В окружном послании он призывал пастыря к благоговейному совершению таинств, богомыслию и братолюбию. Наставление о собственных, всякого христианина должностях было многократно переизвано в Москве и Петербурге уже в XVIII веке. В Воронеже святитель искоренел древние языческие обычаи, празднования в честь Ярилы. В пределах расположения войска донских казаков он открыл миссионерскую комиссию для обращения раскольников к православной церкви. В 1765 году святитель Тихон преобразовал воронежскую славяно-латинскую школу в духовную семинарию и, пригласив опытных преподавателей из Киева и Харькова, выработал для нее учебные программы. Много усилий и трудов пришлось ему употребить, чтобы устроить храмы, школы, наставить и вразумить пастырей и убедить в необходимости образования. Управляя обширной епархией, святитель не щадил своих сил, часто проводя ночи без сна. В 1767 году он вынужден был из-за слабого здоровья оставить управление епархией и удалиться на покой в Толшевский монастырь, который находился в 40 верстах от Воронежа. В 1769 году святитель перешел в Богородицкий монастырь города Задонска. Поселившись в этом монастыре, святитель Тихон стал велигим учителем христианской жизни. С глубокой мудростью он раздел идеал истинного монашества, правила монашеского жития и наставления обратившимся от суетного мира, и в жизни своей воплотил этот идеал. Он строго хранил уставы церкви, ревностно почти ежедневно посещал храмы Божии, часто сам пел и читал на клиросе, а со временем по смирению совсем оставил участие в совершении службы и стоял в алтаре, благоговеренно ограждая себя крестным знаменем. Любимым келейным занятием его было чтение житий святых и святоотеческих творений. Псалтирь он знал наизусть и в пути обычно читал или пел псалмы. Много искушений претерпел святитель, сокрушаясь о вынужденном оставлении паствы. Поправив здоровье, он собирался вернуться в Новгородскую епархию, куда его приглашал митрополит Гавриил на место настоятеля в Иверском Валдайском монастыре. Когда Келеник объявил о том старца Аарона, тот сказал, «Что ты беснуешься? Матерь Божия не велит ему выезжать отсюда!» Келеник передал это преосвященному. «Если так, — сказал святитель, — не поеду отсюда!» И разорвал прошение. Иногда он уезжал в село Липовку, где в доме Бехтеевых сам совершал богослужения. Ездил святитель и в Толшевский монастырь, который он любил за уединение. Плодом всей его духовной жизни были творения, которые святитель совершил на покое, сокровища духовные от мира собираемые, а также об истинном христианстве. Жил святитель в самой простой обстановке, спал он на соломе, накрываясь овчинным тулупом. Смирение его доходило до того, что на насмешке, которые нередко сыпались ему вслед, святитель не обращал внимания, делая вид, что их не слышит, и говорил после, «Богу так угодно, что служители смеются надо мной. Я и достоин того за грехи мои». Часто, — говорил он в подобных случаях, — «прощение лучше мщения». Однажды юродивый камень ударил святителя под щеке со словами «Невысокоунь!» И святитель, восприняв это с благодарностью, ежедневно кормил юродивого. Всю свою жизнь святитель досады, скорби, обиды радостно терпел еси. Помышляя, яковенец без победы, победа без подвига, подвиг без брани, а брань без врагов не бывает. Строгий к себе святитель был снисходителем к другим. Однажды в пятницу перед праздником Ваи он вошел в келье своего друга-схимонаха Митрофана и увидел его за столом вместе с Казмой Игнатьевичем, елецким жителем, которого он тоже любил. На столе была рыба. Друзья смутились. Благий святитель сказал, «Садитесь, я вас знаю, любовь выше поста». И чтобы еще более успокоить их, сам отведал ухи. Особенно любил он простой народ, утешал его в тяжкой доле, заступаясь перед помещиками, которых постоянно назидал быть милосердными. Всю свои пенсии и приношения почитателей он отдавал бедным. Подвигами самоотречения и любви душа святителя возвысилась до созерцания небесного и прозрений будущего. В 1578 году в тонком сне ему было такое видение. Матерь Божия стояла на облаках, и около нее апостолы Петр и Павел. Сам святитель на коленях просил приписуя о продолжении милости к миру. Апостол Павел громко сказал, «Егда рекут мир и утверждение, тогда нападет на них внезапу все губительства». Святитель проснулся в трепетии и в слезах. В следующем году он опять видел Матерь Божию на воздухе, и около нее несколько лиц. Святитель упал на колени, и около него пали на колени четверо облаченных в белое одеяние. Святитель просил при чистой за кого-то, чтобы тот не удалялся от него. Кто были эти лица, и за кого была просьба, святитель не сказал келейнику. И она отвечала, «Будет по просьбе твоей». Святитель Тихон предсказал многое судеб России, в частности, говорил о победе России в Отечественной войне 1812 года. Не раз святителя видели в духовном восхищении с измененным и просветленным лицом, но он запрещал говорить о том. За три года до кончины он каждый день молился, «Скажи мне, Господи, кончину мою». И тихий голос на утренней заре сказал, «В день недельный». В том же году он видел во сне прекрасный луч, и на нем чудная палата, и хотел войти в двери, но ему сказали, «Через три года можешь войти, но теперь потрудись». После этого святитель заключился в келии и принимал к себе только редких друзей. К смерти у святителя были приготовлены одежды и гроб. Часто он приходил плакать над своим гробом, стоявшим скрытно от людей в чулане. За год и три месяца до смерти в тонком сне святителю представилось, что он стоит в предельной монастырской церкви, и знакомый священник вынес из алтаря в царские двери младенца под покрывалом. Святитель подошел и поцеловал младенца в правую щеку, а тот ударил его в левую. Пробудя, святитель почувствовал амимение левой щеки, левой ноги и трясение левой руки. Эту болезнь он принял с радостью. Незадолго перед консиной святитель видел во сне высокую и крутую лестницу и услышал повеление восходить по ней. Я, рассказывал он своему другу Казме, сначала боялся слабости своей, но когда стал восходить народ, стоявший около лестницы, казалось, подсаживал меня все выше и выше к самым облакам. Лестница объяснил Казьма, путь к царству небесному, помогавшая тебе те, которые пользуются наставлениями твоими и будут поминать тебя. Святитель сказал со слезами, я и сам тоже, думаю, чувствую близость кончины. Во время болезни он часто причащался святых таинцев. Святитель Тихон скончался, как и было ему возвещено, в воскресенье 13 августа 1783 года на 59 году своей жизни. Прославление святителя совершилось также в воскресенье 13 августа 1861 года. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова